Посадочная площадка Поповка – это все-таки мой маленький ребеночек. В августе месяца прошлого года мы с семьей слетали в Крым. У меня нет авиакомпании, у меня нет транспорт-терминалов, я не занимаюсь перевозкой грузов. Пока это будет кому-то нужно, я буду отстаивать свое детище. Все началось, наверное, с лет пяти, когда уже в такой пошел возраст, в котором я уже начал что-то соображать и помнить. Мы с родителями жили в замечательном городе Новосибирск, точнее, там немножко пригород города Новосибирска. И над нами постоянно летали самолеты, там был заход на городской Новосибирской аэропорт через нас. И вот такое завораживающее всегда для меня было что-то, когда летает что-то такое большое, гудит, еще и летит по воздуху. И очень завораживает. С тех пор, наверное, я для себя принял такое решение, что какой раз и стану летчиков обязательно. В 2008 году появилась мне такая возможность получить первое свое пилотское удостоверение. Конечно, это интересный достаточно этап моей жизни. Александр Анисимов. Бизнесмен, пилот-любитель, владелица аэродрома «Поповка», организатор авиафестиваля «Открытое небо». Пилот примерно рождается за 9 месяцев, как маленький ребенок. Первого полета с инструктором в правом кресле до получения пилотского удостоверения прошло примерно 9 месяцев. Как раз у меня первый полетный состоялся 20 июня 2008 года. На самом деле авиационных центров по России достаточно много. И у нас, кстати, есть в Омске авиационный учебный центр на нашем дружелюбном партнерском аэродроме с соседним. Сейчас, в принципе, любой желающий, имея определенную сумму денег, может получить и выучиться на частного пилота, либо на пилота светлевкого воздушного судна, что позволит уже барражировать на маленьких, на светлевких и легких воздушных судах. Ну, разница, собственно, в них максимальная взлетная масса. На самом деле сейчас цены в зависимости от региона, в зависимости от учебного центра, они разнятся. Ну, я так понимаю, что порядок цифр от 300 тысяч рублей сейчас можно получить, в принципе, пилотское среднее на светлевых воздушных судна. На частное пилот, конечно, подороже, потому что воздушные суда подороже и учиться побольше. А дальше у нас на что хватит от фантазии и, соответственно, финансовых возможностей. Новый самолет, в принципе, можно купить и даже некоторые самолеты за 2,5 миллиона. Ну, да, средняя цена там от 3 и выше. Ну, про небольшие имеется в виду. Если мы говорим, есть рынок так же, как автомобильный, бывших употреблений автомобилей, так и есть рынок бывшего употребления самолета. Причем нет, скажем, вот такой самолетик беленький, скажем, да, который у нас там стоит, вот он стоит на рынке, там, от 1,5 до 2 миллионов рублей. Да, мечты гораздо ближе, чем кажется. Практически сразу у меня появился первый свой самолет, это первый самолет Sky Ranger, мы его называли джинсовый самолет. Он состоял из набора из трубок, джинсовая ткань, условно джинсовая ткань, на самом деле ткань очень прочная, из нее шьют паруса для больших яхт. И вот такой вот джинсовый самолет меня вывел, так скажем, в пилотскую жизнь, наверное, да, то есть дал дорогу в небо. Сейчас у меня уже пятый самолет по счету, Cessna 210, который уже серьезный аппарат, на котором можно летать уже со скоростью 30 км в час, допустим, расстоять до Новосибирскому прилегать всего за 2 часа. И большой самолет сейчас у нас работает с парашютистами. У нас на нашем аэродроме, наше посадочное площадке, базируется организация, которая занимается лесоохраной. Летают мы по мониторингу лесов, охраны. И им потребовался десантный самолет для того, чтобы собирать пожарных для тушения лесных пожаров. Вот самолет уже здесь. В следующем году мы запускаем его прямо на работу. Самый простой вариант, который практикуется в Европе, где-то в США, в разных странах, берет самолет в аренду, соответственно, ты имеешь лицезу пилота, ты приписан какому-нибудь авиационному клубу или к аэродрому, где тебя там все знают, инструктора, которые приезжаешь и летаешь, и, соответственно, берешь самолет в аренду и барражируешь там, где хочешь. Я на своем самолете могу слетать в любую точку России, да, и никто не будет, скажем, за мной учитывать и время, и так далее, потому что это мой самолет как-то личный, и что хочу, собственно, то и делаю. Соответственно, у меня свобода действия, опять же, возвращаясь к свободе, да, гораздо больше вариантов для полетов, для дальности полетов. Например, в августе месяца прошлого года мы с семьей слетали в Крым на нашем самолете, на четырехместном, прекрасном, чем бы ни поехать, да. Мы летели не спеша. Дело в том, что, когда ты путешествуешь на самолете, то города, они становятся настолько близко, насколько себе даже не представляешь. Вот, допустим, Уфа для нас становится близко примерно за четыре часа. То есть мы взлетаем с аэродрома, и через четыре часа мы в Уфе. Так вот, очень хочется посетить много городов, и поэтому просто лететь 11 часов у нас примерно получилось, через летных часов и дорога до Крыма. Но мы решили сделать это в качестве путешествия. Останавливались в городах, посмотрели один город, приземлились в другой город, посмотрели так же. Потому что города, на самом деле, чем ближе к Европе, тем расстояние короче, и, соответственно, продлеваешь больше городов можно за один день просмотреть. При наличии там всех документов, сертификатов летной годности, справок врачебно-экспертной комиссии, пилотских удостоверений, можно подать заявку и улететь в любую точку страны. И вот, допустим, мы сейчас с вами разговариваем, и я могу с планшета набрать свой маршрут, и мы через час уже можем полететь спокойно, свободно. Вот моя заявка. На сегодня у меня будет полет на 5 часов вечера. Вот имя моего борта 25-15. Использование воздушного пространства разрешено. Добрый день. КВС Анисимов, 25-15 Гольф. Заявочка у нас на 6 часов. Ага, маршрут первый будет у нас Поповка, Троицкая, южная зона Поповка на 300 метров. Готовюсь к валету. Да, улита. Готовимся. У каждого самолета есть своя душа. И даже два одинаковых самолета летают по-разному, ведут себя по-разному, даже звучат по-разному. Перед полетом она наглаживает, пичку, говорит, какая хорошая, чтобы не подвела. Называется предполетный осмотр. Сматриваются все части, которые отвечают за управление самолетом в воздухе. Потому что на земле-то можем устранить что-то, а в воздухе уже, соответственно, не можем, уже не получится. Что, взгляд-то готов? Горно-Алтайск из Омска. Он на удалении 3 часов 20 минут, примерно, если я лечу на самолете. Сколько мы времени тратим на автомобиле? Часов 14-15 мы едем на автомобиле. То есть в 5 раз меньше времени тратим на преодолевание такого расстояния. Не реверсов вам там, не пробок. Слетели, полетели. Конечно, есть погодные условия, но в любом инфекционном центре идет курс теории, прослушивается. Мы уже умеем это делать, как определить правильную погоду, что делать, если погода настигла в пути. У меня была история один раз. Летела в Сибирск, в Омск. Вдруг я встречаю такой достаточно большой, обширный грозозный фронт. Попробовал ее облететь. Не получается с одной стороны, попробовал облететь. С другой стороны не получается. Было принято решение сесть на запасный радор, спокойно переждал грозу, заказал себе суши и долетел потом безопасно до Сибирск. Я базировался в Калачево, базировался в Камышево, базировался в Марьяновке. И, соответственно, история была простая. Просто ехали семьей с отдыха и проезжали мимо этого места как раз и рассуждали. Так, аэродром, в принципе, можно построить где угодно, даже вот здесь. И вот на самом деле, кроме шуток, приехали домой и очень захотелось вернуться сюда, посмотреть, а все-таки можно ли. И вот было принято решение два года назад купить эту землю и сделать здесь посадочную площадку. На самом деле, для наших самолетов не требуется определенной подготовки полос. То есть наши самолеты способны сесть в чистое поле, наши самолеты способны приземляться на неподготовленные посадочные площадки. Если мы берем чистое поле и начинаем туда садить самолеты, то желательно бы это поле огородить от животных. Представляете, да, если нам, скажем, какая-нибудь живность выйдет у нас на взлетно-посадочную полосу, то это достаточно небезопасно. Первое, что мне пришлось сделать, это огородиться от внешних факторов. А второе, к сожалению, много людей, также органов, проверяющих, контролирующих путают понятие посадочной площадки и аэродрома. То есть аэродром – это большая инфраструктура, предназначенная для перевозки людей грузов. Здесь у нас частная площадка, и данная посадочная площадка не требует перевода определенных земель, земли, инфраструктуры, транспортных и так далее. У меня нет авиакомпании, у меня нет транспорт-терминалов, я не занимаюсь перевозкой грузов. Почему транспортная прокуратура просит меня перевезти, не просит, а уже заставляет перевезти в землетранспортные энергетики, для меня пока непонятно. Транспортная прокуратура пытается запретить мне сюда прилетать, поэтому будем решение суда оспаривать. Это по смыслу все равно, что мне сюда запретить на автомобиле ездить, но это полный бред, невозможно сказать, как я сюда доберусь, пешком что ли? Воздушное судно – это всего лишь транспортное средство. Конечно, когда я на себя взял груз ответственности, своя посадочная площадка, я понимал, что какие-то вопросы появятся, но что такое гнет будет, я даже и не представлял. Здесь, скорее всего, идет конфликт интересов земельного законодательства и воздушного законодательства. Они немножко негармонизированы. Местные жители жаловались в законодательное собрание, насколько я понимаю, а законодательное собрание уже спустило вниз разобраться в транспортной прокуратуре, что же у нас такой за нелегальный, в кавычках, аэродром у нас получился. Есть несколько человек, да, причем я разговаривал с каждым из них уже в последующем, говорю, что, собственно, не так-то, почему не нравится-то все. Вот нам негде пасти коров, нам негде пасти лошадей. Я говорю, хорошо, если я вам дам эти пастбища, вы будете довольны? Говорит, нет, мы будем недовольны. Я говорю, почему? Потому что надо, чтобы вы убрали отсюда аэродром. Люди не хотят развивать свою регион, наверное, как-то так. Я оформил 48 гектар вокруг аэродрома, вокруг посадочной площадки в аренду и отдал безвозмездное пользование местным жителям для выпаса скота. Мы единственное, что мы косим здесь, убираем сено и вот мы их бесплатно отдаем местным жителям. Собираем в тюки, вот у меня тут целый парк уже сельхозтехники, для этого нужно вот собирать тюки, отдаем, так скажем, ну, должно какое-то взаимовыгодное согласие какое-то быть все-таки. Посадочная площадка «Поповка» – это все-таки мой маленький ребеночек, которого я воспитываю сейчас, которого я делаю красивым и востребованным, наверное, в обществе. Тем более мы не так давно провели большой фестиваль. К нам пришло больше пяти тысяч зрителей. Было замечательное авиашоу. Сюда слетелись люди из всей России. Значит, это кому-то нужно. Значит, если это кому-то, пока это будет кому-то нужно, я буду отстаивать свое детище до конца. Про название Егора Летова. Очень хорошая тема для меня сейчас. Я, конечно же, следил за тем самым, за шот-листом имен, которые можно было переименовать, ну, голосование для переименования нашего аэропорта, нашего центрального. И когда я понял, что Егор Летов там больше не удел, на меня абсолютно серьезно позвонили инициативная группа людей, которым было это не безразлично. Мне сказали, ну, предложили точнее, может быть, мы подумаем и назовем какой-нибудь частный аэродром имени Летова в Омске. Я с удовольствием согласился. Я сам люблю рок-музыку. Я сам не скажу, что я стопроцентно фанатею от творчества Егора Летова. Нет, конечно. Тем не менее, этот человек вошел в историю. Обязательно переименуем наш аэродром на нашу посадочную площадку. Но дело в том, что мы хотели сделать здесь некий такой рок-фестиваль. Да, просто так переименовать, ну, наверное, не совсем будет правильно. Да, мы выступили с такой инициативой, люди нас поддержали. Люди сейчас ждут от нас следующего шага. Мы уже готовим мероприятие, но я могу анонсировать, что оно будет в следующем году. И это будет официальное, я вам собираю, открытие аэродрома имени Летова. Омская область считается одной из самых авиационных областей, да. Потому что у нас есть четыре частных аэродрома. И четыре частных аэродрома принимают даже зимой на шасси, да. Большая редкость. Не все аэродромы понимают, что малая авиация – это малая авиация, большая – это большая авиация, да. То есть, допустим, в Томском аэропорту взлет-посадка, что для «Боинга», что для маленькой «Цесны». Примерно одинаковые деньги. 4 тысячи рублей берут такой фиксированный тариф. Большой минус еще один, который присутствует – это отсутствие топлива авиационного бензина для наших самолетов. Мы летаем на бензине, и поэтому нам приходится заправляться практически всегда на таких вот частных аэродромах. Ну вот эти самолетики маленькие, двухместные, они в основном летают в обычном автомобиле бензин, в 95-м, а и 95-е, и вот у меня частенько спрашивают, а сколько он расходуется. Ну, как средний автомобиль – 10 литров на сотню, если переведем так. Имея пилотское удостоверение частного пилота, можно спокойно, имея налет, переучиться на коммерческого пилота гражданской авиации, и вот, так скажем, с моим количеством часов налета я мог бы спокойно сдать документы и получить пилотское удостоверение именно, так скажем, на Боинг. Может быть, у меня также есть это призвание быть командиром воздушного судна первого класса, может быть, там водить Боинг и Аэрбасы, да, но здесь не будет некой свободы, да, все-таки когда ты имеешь свой самолет, ты можешь летать туда, куда захочешь, как захочешь, и, собственно, никто над тобой не вне власти, да, а пилоты авиакомпании летают по заданию, скажем, Москва-Омск, Омск-Москва и так далее. То есть здесь отсутствует такой фактор свободы, который для меня очень важен. По знаниям и по навыкам мы ничем не уступаем пилотам большой авиации, скажем, да. Мы также ведем радиообмен, мы также ведем аэронавиационные расчеты. Ну, единственное, что когда в Боинге там два члена экипажа, да, то мы одни, воданы сами себе, и поэтому здесь у нас чуть-чуть, я считаю, что у нас опыта больше, да, и вот и небо для всех, и почему-то вот когда мы ведем диспетчерское радиообмен, где только города прилетаем, не во всех городах с нами считаются, всячески пытаются нас сказать, а, вы маленькие, вот, вставайте в круг, потому что летит большой Боинг, и, собственно, пропускаете его, да, то есть приоритет отдается туда. Хотя на самом деле это, я считаю, неверно. Один раз была интересная история. Пролетая над аэродромом, над большим аэропортом Перми, мне диспетчер говорит, «Внимание, сейчас под вами на 1200 метров, а я шел на 1500, пролетит Боинг 737». Ну, для меня, если честно, это вот было таким шоком, что подо мной запускает Боинг, да, действительно взлетает Боинг с Большого Савинова и проходит вот, ну, где-то порядка вот, вот так вот рядышком прошел Боинг, как бы, да, и, соответственно, Боингу дали команду не подниматься выше, пока не пролечу я, и вот, вот это настоящее, вот это правильно, правильная авиация, то есть это правильное решение. Ну, к сожалению, не во всех городах такая практика. Не так давно я прилетел в наш аэропорт имени Карбыша уже и спрашивал диспетчеров, зашел к ним в диспетчерскую, я говорю, как у вас дела? Говорит, пока вы не прилетели, у нас все было хорошо. Я говорю, а с чем связано? Ну, вы же такой маленький. Я говорю, и что? Говорит, ну, на вас очень много писанины, а денег с вас много не возьмешь. Цитата. То есть мы говорим сейчас о развитии малоавиации, да, но пока в головах диспетчеров такое отношение к нам, ну, никакого развития мы, конечно, не будем говорить. К сожалению, сейчас малоавиация наша, да, она так и называется, что увлечение для богатых людей. Ну, вот, ни больше, ни меньше. А мы всячески пытаемся продвинуть идею, что это средство передвижения. Чем, допустим, отличается маленький самолет от большого, да, количеством пассажиров перевозимых, да, то есть тот везет 100 пассажиров или 200 пассажиров, я могу везти там 3 пассажиров. Но тот самолет, для того, чтобы ему взлететь, ему требуется бетонная полоса, там 2 километра с половиной, там, условно. А мне требуется вот такая полянка, по сути, да, которая не требующая ни бетонной полосы, ни покрытия никакого, ничего. И могу сказать, что во всем мире небольшие грузы, санавиация, используются именно малой авиацией, потому что для того, чтобы поднять, элементарно могу в примере сказать, вертолет Ми-8, стоимость полетного часа составляет в районе 200 тысяч рублей. И вот случается, допустим, за 100 километров от какое-то несчастье у кого-то, да, и нужно срочно вернуть вертолет. Так вот, мы говорим, что вертолет пригнать туда и вернуть обратно стоит примерно 200 тысяч рублей бюджету. Если мы говорим, что я могу так же этого одного человека, самолет спокойно переделывается в санавиацию, то моя стоимость полетного часа будет составлять там не больше, там, ну, 20-30 тысяч рублей. Это в 10 раз меньше. Могу сказать, есть положительные тенденции. Есть комиссия по развитию малоавиации, авиация общего значения, при президенте Российской Федерации. Мы бьем тревогу малоавиации, да, говорим, что нам совсем плохо жить. И могу сказать, что внесены уже поправки в закон, ну, которые улучшат, я так полагаю, нашу жизнь в будущем. Авиация – это хобби. Оно очень накладное, так скажем, да, очень, ну, когда каждую копеечку начинаешь считать и понимаешь, что это же все-таки для себя любимого. Вот, и, конечно, у меня есть основная деятельность, конечно, у меня есть основной бизнес, вот, потому что без финансовой подпитки никогда невозможно будет сделать одному, вот, построить что-то, ангары, самолеты приобрести, да, это, конечно, это большие деньги. Поэтому основной бизнес у меня это связано с информационными технологиями. Мне часто задают вопрос, у нас все друзья уже уехали, а ты почему не уезжаешь? А я отвечу просто, а если нет, то кто? Вот, я все-таки, такой, ну, патриот своего дела. Я считаю, что если вот я не буду заниматься здесь развитием авиации в нашем регионе, то, может быть, может быть, и будет кто-то заниматься, может быть, и будет кто-то стремиться к этому. Но, по крайней мере, пока я могу, я это делаю, я это буду делать здесь, я это буду сделать именно в Омске. Ну, потому что, ну, как-то я, наверное, полюбил этот город, что ли. Омск для меня стал, наверное, даже роднее, чем город, в котором я вырос, в котором я выучился. Могу сказать, что любой город, смотришь, высоты птичьего полета, идеально ровные дороги, идеально ровные разметочки. Наш Омск очень красиво смотрится с высоты птичьего полета. Есть уникальное такое место, где Омка, река, впадает в Иртыш, и видно, как очень такая темная вода втекает в русло реки Иртыш, и получается смешиваются, они до конца не перемешиваются, и можно проследить, что очень-очень-очень много километров вода с Омки как бы бежит рядом. То есть это видно только с высоты птичьего полета. Не передать словами, это только надо смотреть сверху. Наверное, у каждого пилота или человека, увлеченного какой-нибудь в хорошем смысле болезнью, есть мечта о кругосветном путешествии. Да, наверное, я все-таки через несколько лет соберусь и сделаю это. Это вполне себе интересно, посмотреть мир глазами с птичьего полета по птичьему все время. Это вдвойне интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова